Восвятая служба информации телерадою компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Лепшая в Беларуси Гомельская вытворчая лесогасподарчая объединение показала самые высокие выники работы у Галине. Город для життя. Сегодня у Гомеля подвели выники с поборництва сироткомитета у территориального громадского самокерованья за минулый год. Не просто хоккей. Больше, как две тысячи мягких цацок для детячих установ собрали волонтеры подчас доброчинной акции. А зараз об этом меньшим, больш подробязно. Первое место у коллектива Гомельского вытворчого лесогасподарчого объединения. Минлясгаз подвел выники республиканского споборництва по выконанне показчиков социально-экономичного развития лесной господарки за минулый год. З нашей в области и лепший лесничий 2018. Им признаны Виктор Голос смятанницкого лесничтва Петрыковского лесгаса. Что тычется летошних выникаудейностей Галины, то основные плановые показчики узнавлення лесов у регионе выконаны. На постоянном контроле работа по выправлению лесных культур. В 2018-м нарыхтовали две с половой тысячи килограммов насення сосны. Звыше 60 тонн желудов. Вырастили амаль 4 миллионы штук сенцев. Так само пообудовали амаль три десятки теплиц. Для поляпшения санитарного стану лесу выконаны комплекс мероприемствов по наведенне парадку у лесным фонде. А кроме того, в минулым годе установили 8 пожарно-назиральных вышек и мачтау. Змонтировали 15 систем вида назирания за лесными пожарами. Каб продухилить размножение шкодника, у лесах в области проведены масштабные санитарные мероприемства. С допомогой лесгаса у республики и усих заденеченных сил выконали суцельные санитарные рубки на площадь больше 20 тысяч гектаров. Летость лесгасы в области поставили на экспорт лесопродукции и оказали послуга амаль на 30 миллионов долларов. Те, кто робит город больше пригожим и утульным, дякуючи кому, з'являются новые гульнявые пляцовки, малые архитектурные формы, проводятся у парадок территории. Сегодня в Гомеле подвели выники с поборництва сирот комитета у территориального грамадского самокерованья за минулый год. Конкурс проходил под девизом «Наш двор, наша малая родима». За деянностью комитета у целых год назирали не только специалисты, але и жихары областного центра. И у вынику с прикладно 30 громадских формированья на пераможное место узнялися три. Перамога у проспекта отсюда у Советского района. За имя – комитета леса, який представляет Новобелецкий район. Замыкает тройку лепших – комитет территориального грамадского самокерованья номер 8 Центрального района. За первое место переможцы отримают 100 базовых величин, за другое и третье – 50 и 25. Пятый участок призаны керуют на премирование активистов, остатнее – на дальнейшее доброе упорядкование территорий. Начали в городе Гомеле эту работу с 2015 года. В первом соревновании, конкурсе приняли участие все районы, но наиболее активно приняли участие Советский, также Железнодорожный и Центральный. По итогам результатов, которые мы подвели в 2017 году, по итогам 2016 года, первое место занял КТОС Октябрьский, Советского района, города Гомеле. Данный блин не оказался комом, поскольку мы также заявились на участие в областном конкурсе. И сразу же там, на уровне области, где очень серьезно относятся вот к такого рода конкурсам, мы также заняли второе место. Державая инспекция Гомельской области подводит выники акции «Заховаем будущее». На протягу 10 седен в регионе проводился комплекс профилактичных мероприемств, накерованных на попереджение дорожно-транспортного травматизма сирот неполнолетних. Увага надавалася юным удельникам руху, як пешеходам, так и пассажирам транспортных сродков. У рамках акции инспекторы ДАИ провели рейды по попереджении порушения у водителями правилов перевозки детей. То, як недорослые повинны подавать детям приклад и выконывать правила дорожного руху. Однако селетняя статистика по транспортным травматизме неполнолетних не может не хваливать. В январе месяце на территории Гомельской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Биоспека неполнолетних на дорогах состоится на контроле ДАИ и после завершения акции. Проверки транспортных сродков протягнутся, як и сустречу супрационников Держаута инспекции со школьниками во вучебных установах. На первые дни Дня обороны Саичины юристы проведут бесплатные консультации у Гомеле. Акция пройдет завтра в Публичном центре правовой информации при библиотеке имя Ленина. В мероприемстве примутся дел члены областного отделения Белорусского союза юристов. Адвокаты и нотариусы будут отказывать на разные правовые пытания с 17 до 19 годин. Субботний матч чемпионата Белоруссии по хокее у экстрализе помеж клубам Гомель и сборной Белоруссии Ю-20 увайшел в историю не только перемога гомельчан с ликом 3-1. Его завершение было означено проведением доброчинной акции «Цацкопад». Таким чином гомельчане подтримали инициативу волонтеров по сбору мягких «Цацк» для выхованцев социальных установ. У делу акции приняли и наши корреспонденты. Не глядяши на то, что профессийный хоккей-спорт у першую шаргу для дорослых, як минимум 4 глядачоу на этом матче складали дети. На некольких один лядовый палат спорту стал местом проведения не только с поборницей в республиканскую узровню. В перепынках организовали такую забавляльную программу для дорослых и неполнолетних, что многие, сдаются, навод об лядовых баталиях на некий час позабылися. Выник хоть имел великое значение, болельщики шакали не только лишь бы на табло. У першыню истории альчинного профессийного хоккея матч повинен был завершиться доброчинной акцией «Цацкопад». У рамках суместного мероприемства, волонтерского отрада «Открытые сырцы», акционерного товарыства «Гомсельмаш» и хоккейного клуба «Гомель» жахару областного центра запросили собрать мягкие цацки для выхованцев социальных установ. После закончения гульни их необходимо было кинуть на лядовую арену. Это с шестого колледжа игрушки автомеханического «Насельмаша». Собирали для детей инвалидов. И путем инициативы будем выкидывать на лед. Говорили, что будет игрушка «Пад». Сказали принести игрушки, мы собрали игрушки и будем кидать. Что тышится спортсмену, то они показали с оправды добрую гульню. В оселях им выпадку дети, яким и некальки хвилин спокойно посидеть склада, нас за матчем назирали с интересом. Хоть при этом завсюду памятали об основной мэте своего наведывания лядового палаца. Идеи кидать на арену цацки, які потом будут передать заны у доброчинной организации, у хоккей пришла з інших видов спорту. Але срод болельщиков оказалася вельми популярной. Сусветный рекорд по сбору таких цацок был установлены у матчей американской хоккейной лиги у минулом годе. Коли организаторы собрали на лёдзе 34 798 плюшовых живёл. Гомельский выник больше стиплый – 2025 мягких цацок. Але ж и мясцовый палац параунально невеликий. Хоть до сусветных рекордов у Гомеля на этот раз и не мкнулися. Головное створить атмосферу свята и подарить станучие эмоции. Вместе с подаренной игрушкой каждый подарил частичку тепла своего сердца. Посмотрите, сколько на матче присутствует молодёжа, сколько детских улыбок. То есть всё это не зря. То есть у Гомельского хоккея обязательно будет будущее. Ну и, конечно же, с хоккейным клубом «Гомель» эта акция продолжится. Мы обязательно объявим количество собранных игрушек. И в праздничной обстановке подарим ребятам социальных центров города Гомеля и области, кстати, которые в большом количестве присутствуют на этом матче, по приглашению хоккейного клуба «Гомель» и волонтёров. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько. Телерадо. Компания «Гомель». Пытание доступа людей с инвалидностью до занятков физической культурой и спортом обмерковывали у Гомеле. У встречи приняли удел представники мясовых органов улады, державных структур и громадских объединённых. С подробностями Ганна Корольчук. Гомельский областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорту был створен в червяне 2017 года. Сегодня им занимаются практически 200 человек, среди которых заслуженные мастеры спорта и мастеры спорта международного уровня, переможцы и призёры дефолимпийских гульнов. Ведомо не все из тех, кто пришёл в инваспорт, станут чемпионами. Головные, а когда люди с инвалидностью, умели махчимость и мкнулись до активного ладу життя. Тем более, когда в регионе есть спортсмены, из которых можно брать приклад. Массовый спорт – это, наверное, самое важное. Формировать у людей активное отношение к жизни и идициировать их, чтобы они вели здоровый образ жизни. Это самое главное. Не все станут паралимпийскими чемпионами, но быть по максимуму здоровыми и независимыми от посторонней помощи – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. В региональном центре Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта проходят занятки по плаванию, баскетболе, лёгкой атлетыце, шахматах, боче, армреслингу и настольном теннисе. До того, что в областном центре есть спортивные объекты, которые без перешкод могут наведывать люди с порушениями опорно-рухального аппарата. В основном это новопобудованные установы. Надместцовой инициативой под названием «От здоровья кожного до здорового громадства» активно працует объединение инвалидов-спинальников. Идея появилась в минулом году и поддерживается проектом международной техничной допомоги «БелМед». Отрадно видеть то, что в нашей стране, скажем так, продолжает и расширяется деятельность, инициативы и возможности для людей с инвалидностью. Причём, что характерно, в рамках проекта «БелМед» есть подобные инициативы, куда вовлечены очень непосредственно люди с инвалидностью. И в первую очередь для них организуется в Бресте, в Лиде, вот и в Гомеле в том числе. Сиротголовных проблем у развития инваспорта называют отсутность тренерского состава и безбарьерного осярода на спортивных объектах. Особным питанием идёт информационная работа. Объединение инвалидов-спинальников проводят встречу в разных районах в области, чтобы в первую очередь замотивовать молодых инвалидов займаться спортом, а по-другому – скоординовать работу международных структур на мясовом узровне. Только суместные намагания и системный подход дадут штуршок у развития массового спорта у сирот людей с инвалидностью. Ганна Корольчук, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». 16 претендентов на одну путёлку. В Гомеле распочался областный этап республиканских споборництвов, сирот детей и подлетков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «Б». Змагаются юнаки 2005-2007 годов народжения. В дивизионе «Б» выступают команды городов и районов, у которых нет аренд с штучным лядовым покрытием. Юные хоккеисты тренируются только в зиму. За одиную путёлку на республиканский финал, який наприконцы Соковика пройдя у молодежни, смахаются 16 команд. На протяжении последних двух лет довольно-таки большое внимание уделяем именно к экипировке и к организации сезонных катков, которые организуются на территории районов. Более 58 катков вообще, хоккейных коробок в области заливается. Да, конечно, у ребят только зимой есть возможность стать на коньки, но наличие уже самой формы, профессиональной формы, даёт им возможность почувствовать себя причастными к хоккею. Переможцы областного этапа «Золотой шайбы» станут вядомы 20 лютого. А наш выпуск на этом завершен. И дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Весна даёт знать, что скоро вступят в свои права. Льдами, плывущими по Припяти, сорвало с причала плавучий бар в Мозыре. Во время спасательной операции сотрудники МЧС сняли с терпящей бедствия баржи трёх человек. В субботу около 8 утра мозырьским спасателям поступило сообщение о том, что плавучий бар в Парке Победы оторвало от берега и понесло по течению реки. По прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что на расстоянии около 15 метров от берега находится баржа. Один из удерживающих тросов судна оборван, не исключена вероятность обрыва второго. На барже находились три человека – официант и двое мужчин. Спасатели эвакуировали мужчин на берег, после чего провели работы по пришвартовке и закреплению баржи к берегу. Пострадавших нет. Плавучее кафе достаточно больших размеров – 10 на 35 метров – с плавающим понтоном. Чтобы пришвартовать плывущего беглеца к берегу, понадобилось привлечение мощной спецтехники. Помощь спасателей в эти выходные понадобилась не только на воде, но и на суше. В Гомеле в результате ДТП в салоне такси был заблокирован пассажир. Авария произошла в воскресенье около половины 10 утра. По предварительной информации, водитель такси 1979 года рождения не учел дорожные условия и не справился с управлением на автомобиле Рено. Перед путепроводом на улице Полеска его машину вынесло навстречу, прямо под троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия в такси оказалась зажата пассажирка 1990 года рождения. Водителю удалось выбраться самостоятельно. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми женщина была доставлена в медицинское учреждение. В троллейбусе на момент ДТП находились 34 пассажира и водитель. Никто не пострадал. Водитель такси, а также девушка-пассажир после госпитализации и оказания медицинской помощи были выписаны для лечения на дому. А вот двум парням, которые в минувшую пятницу находились на веселе, некуда было деть свою хмельную удоль. На одной из стоянок на их пути повстречали сразу несколько стареньких «Жигулей». Малолитражки советского автопрома, стоявший у 80-го дома Парижскому проспекту, не повезло больше остальных. Хулиганы разбили в ней стекла. Хозяин машины подал заявление в милицию. Сотрудниками отдела уголовного розыска советского рода города Гомеля в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей областного центра, ранее не судимых, 92-го и 94-го годов рождения. Предварительно установлено, что возвращаясь из увеселительного заведения в центре города, они совершили хулиганские действия в отношении транспортного средства, при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В Беларуси продолжают подготовку к новому сезону. Мозырская славя в очередном спарринге минимально обыграла дубль футбольного клуба «Гомель». В эти же выходные первая команда «Зелено-белых» встречалась с жидковическим «Юасом». Матч проходил на поле стадиона «Сдюшор-8» в областном центре. Открыли счет гомельчане. На 25-й минуте в ворота гостей мяч забил Алексей Теслюк. Отыгрались гости на последней минуте первого тайма. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Второй тайм начался с прессинга со стороны хозяев. Результат не заставил себя долго ждать. И на 57-й минуте Антон Шрамченко поразил ворота «Юаса». Третий мяч у хозяев забил Павел Трофимчук на 66-й минуте. Последний гол в игре оказался на счету жидковического «Юаса». На итоговый счет 3-2 в пользу «Зелено-белых». Я считаю, что к сезону мы готовы процентов на 70. Это касается и вопросов комплектации усиления, и в целом готовности игроков. Ошибки есть, на то и тренировочные игры, и сборы, и так далее. Проанализируем ошибки для того, чтобы быть лучше. В ближайших планах у Гомеля учебно-тренировочный сбор в Турции. Он пройдет с 27 февраля по 13 марта. В программе сбора 5 товарищеских матчей. Прошли очередные поединки чемпионата Беларуси по гандболу. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» разгромно проиграла в гостях столичному СКА. 18-34. Женская дружина сыграла куда удачнее. Команда Томожа-Чаттера разгромила городничанку. Первый тайм закончился со счетом 24. После перерыва гомельчанки немного расслабились. И гости попытались сократить разницу в счете. Однако городничанке это не помогло. После финального свистка на табло горели цифры 36-16 в пользу хозяев. Напомню ранее. Гомельчанки узнали соперниц по четвертьфиналу Кубка вызова ЕГФ. Они сыграют с испанской Ракасой. Команду уже встречали в сезоне 2013-14 годов. Тогда все завершилось в пользу испанок. В гостях гомельчанки проиграли 30-20. На домашней арене сыграли в ничью 26-26. Первая игра нынешнего противостояния пройдет 2 или 3 марта в Испании. Ответная – 9 или 10 марта в Гомеле. Получили, могу сказать, самую сильнейшую команду. У них очень хорошие вратары. Это сборница Испании. Пару опытных игроков. У них есть пара легонерок. Кубанки. С Хорватии одна. Это что, если они слабые или нет, это будем вообще посмотреть на видео. Настроение хорошее. Мы, как вы знаете, обыграли сейчас БНТУ. Уже начали готовиться потихоньку к ракасе. Будет нелегко, но я думаю, что мы можем это сделать. Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике в помещении прошел в Гомеле. По итогам турнира сборная нашей области завоевала 19 медалей и заняла третье место. Серебро досталось команде из Брестской области. Главный трофей увезли легкоатлеты из Могилевского региона. Хочу сказать добрые слова в адрес Гомельщины, города Гомеля. Прекрасная организация соревнований. Видно, что люди болеют с душой, относятся. Это очень важно. Неформально, просто для протокола провести соревнования, а вкладывают душу. Юрий Заболотный выиграл в беге на дистанции 60 метров и стал вторым на дистанции 200 метров. В беге хороший результат показали также Юлия Костючкова, Ольга Немога и Владислав Прямов. Они одержали победы на дистанциях 200, 1500 и 3000 метров соответственно. В прыжках в длину первой стала Ольга Сударева. В толкании ядра на высшую ступень пьедестала почета поднялся Максим Захаренко. А Кристина Концевенко не только выиграла в дисциплине прыжки с шестом, но и установила рекорд страны среди юниоров. Гомельчанка Кристина Концевенко, конечно, то, что она показала в Могилеве на чемпионате страны, заслуживает самых высоких оценок и аплодисментов, потому что в таком возрасте прыгать далеко за 4 метра, это не 4,01 и 4,02, а на штурмовой 4,20, и это результат мирового уровня. Легкоатлеты, показавшие лучший результат, имеют все шансы попасть в состав сборной страны и отправиться на чемпионат Европы. Он пройдет с перо по 3 марта в Глазго. В Орше завершилось первенство Беларуси по боксу среди молодежи. В соревнованиях принимали участие 15 девушек и сотня парней. Гомельские атлеты не остались без наград. Лучшими в своих весовых категориях стали Арина Лозбинева и Оксана Закревская. В состязаниях юношей также 2 золота. В финалах победили Александр Каревский и Дмитрий Бальков. Кроме того, представители нашего региона завоевали 5 серебряных и 3 бронзовые награды. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.